Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня в библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по книге Откровения на Богослово и мы приступаем к изучению третьей главы этой книги, которая начинается словами и ангелу Сардийской церкви напиши, так говорит, имеющие семь духов божьих и семь звезд. Знаю твои дела, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. С одной стороны, здесь говорится о том, что Господь содержит верующих в своей деснице, Он оберегает их на земле, и есть некий замысел относительно верующих на небесах, чтобы они соделались звездами на духовном небе. Но общая характеристика сардийским верующим очень печальная. Обращенные к предстоятелю этой церкви слова, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Вот здесь проблема, когда человек может казаться кем-то или быть кем-то. Есть принципиальная разница между тем, как мы кажемся другим, и тем, кем мы являемся на самом деле. И нету более печального человека, нету более человека в ужасном состоянии, чем нежели тот человек, жизнь которого не соответствует его собственным вероубеждениям. Вот это настоящая трагедия, даже катастрофа. Беда достопочтенный предлагает нам такой комментарий с объяснением самого этого наименования сардийская местность, сардийский город, сардийская церковь. Здесь Иоанн Пиштон, то есть Иоанн Богослов, утверждает, что ангел, то есть епископ, недостаточно изобретателен в исправлении грешников. В то же самое время он хвалит его за то, что у него есть люди в белых одеждах, что соответствует самому имени сард, то есть драгоценный камень. И в самом деле ты представляешься себе самому живым, однако если не станешь бодрствовать в исправлении неправедных, окажешься среди мертвых. Дела руководителя не полны пред лицом Божиим, даже такого, кто выглядит непорочным пред людьми, если он не прилагает все свои усилия к тому, чтобы восстановить также и других. Конец цитаты. Вот здесь нам предлагается пример служителя, который сам может быть в некотором смысле непорочным, но если он не осуществляет свой апостолат по отношению к тем, которые вверены его попечению, то что ему может и как ему может помочь его непорочность. Он будет отвечать за своих посомых перед Богом, и несмотря на личную праведную жизнь, не справившись с задачами собственного апостолата, он может даже понести какое-то наказание. «Знаю твои дела, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Бодрствуй и утверждай прочее, близкое к смерти». То есть необходимо бодрствовать и утверждать основание веры, потому что все приближается к смерти. «Ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны пред Богом». Да, может быть, жизнь его была совершенно пред Богом, но его дела по отношению к другим были несовершенны, потому что никакого нравственного влияния он на них не оказывал. Есть только на немногих. «Вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся». То есть мы все нуждаемся в обновлении идеалов нашей веры, и всегда надо вспоминать какие-то вехи в нашей прежней духовной, религиозной жизни, чтобы знать, к какому состоянию надо вернуться и какие ошибки нельзя повторять. «Если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя». В отличие от других церквей, здесь в самом начале такое суровое обличение, но далее говорится и некая похвала в адрес Сардийской церкви. «Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих и будут ходить со мною в белых одеждах, ибо они достойны». Об этих людях сказано, что их было несколько, то есть совсем немного людей, но они-то являлись солью этой общины. Как известно, соль, она осоляет любой продукт, предохраняя его от гниения и разложения. И сказано в Евангелии, а если соль потеряет силу, к чему она годна? Если соль не осоляет и сама себя, то это не соль, это песок какой-то, который выбрасывается вон. То есть когда человек называет себя христианином, и вместо того, чтобы осолять других, он сам нравственно и морально разлагается. Это очень серьезная беда казаться кем-то и при этом не быть кем-то или чем-то. Потому что, как я часто говорю, мы кто-то или что-то во Христе, и мы никто и ничто вне Христа, как бы мы себя ни называли. Побеждающий облечется в белой одежде. Белая одежда – это символ чистоты, праведности. «И не изглажу имени его из книги жизни и исповедую имя его пред отцом моим и пред ангелами его». Есть древний текст, который относится к этим временам. Это совет, о чем человек должен помнить, чтобы ему не грешить. Помни о том, что над тобой око видющее, ухо слышащее и книга, в которой записываются все твои деяния. И тогда не согрешишь вовек. В понимании верующих того времени пред лицом Божьим была такая памятная книга, куда записывались все поступки того или иного человека. И здесь сказано, что «имя верующего не изглажу имени его из книги жизни и исповедую имя его пред отцом моим и пред ангелами его». То есть, если Христос записал твое и мое имя на небесах, то он будет делать все для того, чтобы это имя не было изглажено, наше имя. «Имеющий ухо да слышит, что дух говорит церквам». Бедодостопочтенный так истолковывает эти слова. «Все люди имеют телесное ухо, а духовное приобретает только человек духовный». Действительно, мало иметь плоской слух, как и мало иметь физическое зрение. Надо иметь духовное видение и духовное слышание. Без этого очень трудно сориентироваться. И последующие слова «И ангелу филадельфийской церкви напиши, так говорит святый истинный, имеющий ключ Давидов, который отворяет и никто не затворит». «Затворяет и никто не отворит». «Имеющий ключ Давидов, который отворяет и затворяет» – «Христос». Бедодостопочтенный объясняет значение слова «филадельфия». «Филадельфия» переводится как «братская любовь». Для этой церкви открываются двери царства, и она получает обетование любви Божией. А почему только для Филадельфии открываются двери царства? Потому что если мы пребываем в братской любви, то для нас открывается доступ на небеса. Потому что мера того, как мы относимся к другим, окажется мерой того, как Господь отнесется к нам. Андрей Кесарийский предлагает такое истолкование. «Ключами Давидовыми названо царство его, то есть церковь. Ибо ключ – символ власти. Дух святый, отверзающий сокровищницу знания, есть ключ книга Псаломской и всякого пророчества. Первый ключ Христу принадлежит по человечеству, а второй – по безначальному божеству. В некоторых древних списках вместо Давидов стоит Адов, и это свидетельствует о власти Христа над смертью и жизнью. «Он свят и истинен, как святыня действительная, истина самосущая». Такое объяснение предлагает Андрей Кесарийский. О чем здесь говорится в этом объяснении? О том, что действительно Христос обладает властью прощать грехи и обладает властью не прощать грехи. И, кстати, покидая эту землю, Сын Божий накануне своего вознесения эту власть передает служителям церкви. Об этом говорится в Евангелии от Иоанна, когда дверями затворенными он является в Сионскую горницу и говорит им, примите Духа Святаго. Кому простите грехи, тому простятся, а на ком оставите, на том останутся. И ранее в Кесарии Филипповой он дает эту власть в лице апостола Петра другим апостолам и, следовательно, их преемникам, епископам, когда говорит, это 16 глава от Матфея, «Что свяжешь на земле, даю тебе ключи Царствия Небесного, Царствия Божия, что свяжешь на земле, будет связано на небе, что разрешишь на земле, будет разрешено на небесах». И далее, «Знаю твои дела, вот я отворил перед тобою дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы, и сохранил слово мое, и не отрекся от имени моего». Вот, казалось бы, здесь говорится, что сил-то почти не осталось у этих христиан, но все-таки они смогли сохранить самое главное – верность Слову Божию. «Вот я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но не суть таковы, а лгут, вот я сделаю то, что они придут и поклонятся пред ногами твоими и познают, что я возлюбил тебя». Это одно из пророчеств о том, что рано или поздно народ иудейский, он обратится к церкви и примет Иисуса Христа верою. И об этом писали очень многие отцы церкви, о том, что ожесточение в Израиле, как пишет апостол Павел, произошло отчасти до времени, пока не войдет полное число язычников, и тогда дверь спасения откроется и для Израиля. Конечно, в некотором таком духовном смысле по благодати в настоящее время иудеи, а это слово означает «восхваляющие Бога», это только христиане, как апостол Павел пишет в послании к римлянам. «Ибо не тот иудей, кто внешне таков, и не то обрезание, которое на плоти, но тот иудей, то есть тот восхваляющий Бога, кто внутренне таков, и то обрезание, которое на сердце, и ему похвала не от людей, но от Бога. И как ты сохранил слово терпение моего, то я сохраню тебя от годины искушения, который придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле». То есть верующие будут сохраняться даже в самые тяжелые последние времена, когда будет последняя година искушения, именно в этот период власти Антихриста и будет происходить обращение евреев в истинную православную веру, когда Бог пошлет с неба двух пророков, Еноха, который жил до потопа, и живьем был взят на небо, и пророка Илью, который жил после потопа, и тоже живьем был взят на небо. «Се гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего». То есть помощь от Бога, она не замедлит, он грядет скоро, но наша задача – сохранить то, что мы имеем, не растерять, не растратить, а сохранить и даже приумножить, как мы видим в евангельской притче о талантах. «Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба, от Бога моего, и имя мое новое». Вот здесь говорится о том, что верующий человек, который победит последние искушения, он станет как бы столпом в небесном храме Божьем, в небесном Иерусалиме, и само имя Христа будет написано на его челе. Написание имени на ком-то или на чем-то означает подчинение власти того, имя которого запечатлевается. «И слова, к которым мы уже привыкли, имеющие ухо дослышат, что дух говорит церквам». То есть в каждом случае, когда оканчивается откровение той или иной церкви Апокалипсиса, произносятся эти слова, которые научают нас распознавать эти образы церквей Апокалипсиса, не только как периоды исторической церкви, но прежде всего как те состояния духовные, которые мы можем переживать каждый в отдельности на протяжении своей жизни. Человек может утром проснуться в состоянии Филадельфии, братолюбия, а под конец дня может оказаться в состоянии Ладыкии, или в Смирнском, или в каком-то еще состоянии, как я объяснял. Ранее для нас важен неисторический Апокалипсис, который переживут очень немногие люди, которые доживут до последних времен. Интереснее личный Апокалипсис каждого из нас, который мы переживаем. И конец света для нас — это физическая смерть. Умер — вот тебе и конец света. Ангелы появились, бесы появились, мытарства начались, солнце, звезды погасли. Личный Апокалипсис — это то свидетельство из книги Откровения, которое обращено к христианину, и неважно, когда он читал Апокалипсис, во II веке, в IV веке, или в начале XXI века. И далее. «И ангелу Ладыкийской церкви напиши, так говорит Аминь, свидетель верной и истинной, начало создания Божия». Надо прямо сказать, что Ладыкия — это самый печальный период в истории церкви и самое плачевное состояние. Давайте посмотрим, что пишет Беда Достопочтенный. «Ладыкия» может означать либо «любимый народ Господен», либо «тех, что были извергнуты с блевотиной». То есть Беда Достопочтенный предлагает как бы два возможных варианта. Ведь о некоторых было сказано «извергну тебя из уст моих, а других же, кого люблю, того обличаю и наказываю». С греческого же это название переводится как «праведный народ». Итак, Беда Достопочтенный предлагает нам вот такое сложное истолкование. Почему? Потому что период апостасии — это период всеобщего отступления от веры. Но именно те верующие, которые в период апостасии сохранят чистоту веры, несмотря ни на что, они будут особым, праведным народом Божьим. И их значение будет более чем велико. И у Варсонофии Иоанна мы читаем о том, что христиане последнего времени не будут так строго все исполнять, как древние христиане. Но сама их вера среди общего отступничества будет величайшим чудом и свидетельством о том, что они избранники Божия, которые осуществляют свой апостолат в самые тяжелые и трудные времена. «Ладыки» — это состояние кризиса, это состояние самообмана. «Знают твои дела, ты не холоден, не горяч, о, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тёпел, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих». О чём это? Если кто-то горяч, он согревает других. Если кто-то холоден, он инстинктивно тянется к теплу. И только теплохладное состояние номинального христианина приносит ему удовлетворение находящемуся в таком болоте самолюбования, и это мерзость в глазах Бога. «Извергну тебя из уст моих». Что значит «извергну тебя из уст моих»? Мы знаем, что Христос есть тот, который ходатайствует за нас пред Отцом Небесным и пред ангелами. Так вот, это ходатайство прекратится за тех, которые будут пребывать в ладыкийском состоянии ложного, теплохладного христианства, ложного, теплохладного, духовного, псевдодуховного благополучия. «Ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, инак». Это состояние их самообмана. Им кажется, что у них все есть. У них, может быть, будут храмы, монастыри какие-то будут или учреждения с таким наименованием, там лавры какие-нибудь будут. Но если это не будет наполнено подлинным духовным содержанием, а зачем тогда все это? Ты говоришь, я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды. Это же обращение к церквам. Это обличение верующих. Каждый из посланий к той или иной церкви апокалипсиса, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, инак. «Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное. Чтобы тебе обогатиться». Золото огнем очищенное – это добродетели, которые имеют царственное достоинство, потому что Бог абсолютно праведен. «Чтобы тебе обогатиться». Кстати, золото огнем очищенное – это золото очищенное от всяких примесей, от всего того, что мы не должны, христиане, православные, привносить в нашу жизнь. «Советую тебе купить у меня золото огнем очищенным, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, чтобы не видна была сормота ноготы твоей». То есть белая одежда как акт прощения, не как символ праведности, вот одели белую одежду. Нет, просто акт божественного прощения. Как Блажен Августин писал, весь закон исполнен тогда, когда все грехи прощены. То есть никаких добродетелей уже практически не будет, хотя бы сохранить веру в самый тяжелый период. «И глазную мазью помажь глаза твои, чтобы видеть». Потому что человек может пребывать в некой такой иллюзии, такое состояние прелести. А прелесть – это всегда самообман. Он не видит той реальности, которую переживает внутри себя, вокруг себя. Казалось бы, такие суровые слова, и далее говорится, «Кого я люблю, тех обличаю и наказываю». «Итак, будь ревностен и покайся. Се, стою у двери и стучу». То есть Господь не вламывается в твою и мою жизнь даже своими обречениями. Он смиренно стоит и стучится действием призывающей благодати, предваряющей благодати. «Се, стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой, хотя бы кто-то, и отворит дверь, то есть дверь сердца, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною. Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его, имеющий ухо, да слышит, что дух говорит церквам». Андрей Кесарийский писал, «Григорий Богослов также говорит, подобает гореть, то есть гореть, в смысле духовного горения, в определенной мере, чтобы не перегореть, а также и быть холодным». Иногда Бог это тоже попускает. И на деле холодной, то есть не имеющей горячей веры, всегда может надеяться получить ее. Согретый же ею через крещение и охладившийся потом леностью, отказываясь от прежней веры, теряет надежду на спасение. В делах нельзя отвергать середины, и брак поэтому принимается как нечто среднее между девством и блудодеянием. Веря же середина не имеет никакой ценности. То есть лучше ты есть горячий, других согреваешь, холодный, инстинктивно тянешься к теплу. И Ава Сысой, по-моему, в «Добротолюбии» писал, «Бог иногда попускает нам уходить от Него, впадать во всевозможные грехи, но Бог всегда это делает с одной целью, чтобы мы поняли, что мы не можем жить без Него». Поэтому проблема ладыкийских христиан, они заняли некое такое серединное положение в вере, а это недопустимо, тепло-хладное состояние. Лучше холодный, который ищет тепло, или горячий в вере, который согревает других, чем ладыкийское тепло-хладное самодовольство, о котором Господь говорит, «Изблию из уст своих». И мы прочитали «Побеждающему дам сесть со мной на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его». Андрей Кисарийский предлагает такое столкование этим словам. «Престол означает царство и покой будущего века». Поэтому и говорится здесь, что победившие прославятся и будут царствовать вместе с ним. Победившие, прежде всего, самих себя действием Божьей благодати с помощью Христа воссядут на престолах своих, успокоившись в Царстве Божьем во Христе и со Христом, как апостол Павел и пишет в своих посланиях, что во Христе Иисусе мы уже в смысле благодати посажены на небесах одесной Бога Отца.